Изменение направления скорости означает, что тело движется по окружности с ускорением. Направление вектора ускорения совпадает с направлением вектора изменения скорости. Пусть тело, движущееся по окружности радиусом r, за малый промежуток времени переместилось из точки А в точку В. Чтобы найти изменение скорости тела, в точку А перенесем параллельно самому себе вектор скорости и вычтем из него начальную скорость. Что равноценно сложению вектора скорости в точке В с вектором начальной скорости? Вектор, направленный от вектора начальной скорости к вектору скорости в точке В, и есть вектор изменения скорости. Рассмотрим треугольники AOB и ACD. Оба они равнобедренные. Сторона AO равна стороне OB, и AC равна AD. Имеют равные углы. Угол AOB равен углу CAD, как углы со взаимно перпендикулярными сторонами. Следовательно, эти треугольники подобны. Поскольку точки А и В расположены близко друг к другу, то хорда AB мала, и ее можно заменить дугой. Длина дуги — путь, пройденной телом за время с постоянной скоростью. Кроме того, сторона AO равна радиусу, сторона DC равна вектору изменения скорости, а AD равна вектору скорости. Преобразуя выражение, находим ускорение. Таким образом, ускорение тела равно отношению квадрата скорости к радиусу окружности. Чем меньше хорда AB, тем точнее направление вектора изменения скорости совпадает с радиусом окружности. Следовательно, вектор изменения скорости и вектор ускорения направлены по радиусу к центру окружности. Поэтому ускорение при равномерном движении тела по окружности называют центростремительным. При равномерном движении тела по окружности его ускорение постоянно по модулю и в любой точке направлено по радиусу окружности к ее центру.